События мирового уровня В течение трех дней президент корпорации Эмерсон и ведущие ученые мирового уровня знакомились с нашим университетом. Главная задача Международного научного совета – оценка научной деятельности ЮРГУ и работы по прорывным направлениям в рамках программы 5.100. Это важное мероприятие для нашего университета. Во-первых, потому что мы по структуре программы 5.100 должны создать международный экспертный совет. Во-вторых, тот совет, который у нас создан, он очень профессиональный экспертный совет. И сегодня достаточно серьезное и качественное обсуждение работы университета и то видение экспертного совета, его научный опыт, его уровень научных исследований членов экспертного совета поможет университету правильно организовать свое дальнейшее развитие. Международный научный совет – новая структура, созданная в ВУЗе в рамках реализации дорожной карты. За время пребывания в ЮРГУ ученые познакомились не только с материально-технической базой нашего университета, но и провели лекции, посвященные развитию разных областей науки и технологий. Международный научный совет – это консультационный орган, который помогает нам, предназначен для оказания консультационной поддержки в принятии тех или иных решений при выборе перспективных направлений исследований. И вот здесь как раз Международный научный совет, в том числе сегодня, будет осуществлять отбор лабораторий, которые мы будем создавать в рамках проекта 5.100 с привлечением к участию ведущих мировых ученых. И после презентации дорожной карты нашего ВУЗа иностранным экспертам в первый день заседания Международного научного совета, ученые ЮРГУ представили свои заявки на получение грантов по созданию таких лабораторий. Члены Международного научного совета отметили, что для окончательной оценки им необходимо около недели, но первые рекомендации сотрудники нашего ВУЗа получили уже сейчас. Мы сегодня презентовали проект, посвященный выращиванию и исследованию свойств монокристаллических материалов для применения в электронике. В первую очередь это ферриты бария, которые мы умеем выращивать в монокристаллическом виде и изучаем их структуру и свойства. И имеем представление о том, в какие блоки нам нужно больше внимания уделить, и соответственно эти блоки и вызвали вопросы, и мы понимаем, в какую сторону двигаться. Итоги первого дня заседания Международного научного совета подвел ректор ЮРГУ Александр Шестаков. Дорогие члены нашего Международного научного совета, вот прошел первый день заседания. Это первый опыт для нас, и сегодня мы получили первую квалифицированную оценку, и мы будем развивать наши структурные подразделения, наши институты и воплощать в жизнь ваши советы. Второй день работы Международного научного совета начался с выступления ученых ЮРГУ, которые презентовали перед членами совета блок инженерной науки. Они рассказали о проекте защиты Земли от астероидов и представили способы обеспечения безопасности. Угроз много, ну и в частности про Апофис через 13 лет он к нам прилетит. За 13 лет можно многое сделать, и в принципе отклонить его траекторию, мы предлагаем как это сделать. Также во второй день был презентован блок материаловедения и естественной науки, в рамках которого сотрудники Института естественных и точных наук представили на суд экспертов свои ведущие проекты и научные лаборатории. Меня особенно впечатлила лаборатория по выращиванию органических кристаллов. Я думаю, что организовать работу с микрооптикой и изучением микроструктуры было достаточно дорогостояще. Кроме того, очень хорошо, что эта лаборатория изолирована от основного здания. Это очень важно для проведения исследований микроструктуры. Меня впечатлили все лаборатории, но особенно понравилась физическая лаборатория и лаборатория по микроскопии. Я видела студентов, которые проводили эксперименты, но больше всего мне понравилось разговаривать с учеными во время экскурсии, обсуждать их идеи и интересы. Всю свою жизнь я отдала работе в разных университетах. У вас я наблюдаю совмещение теорий и практики, поэтому я бы хотела сотрудничать с вами. Но лаборатории Института естественных и точных наук ЮРГУ были не единственными, с которыми познакомились члены Международного научного совета. Второй день им также запомнился посещением таких учебных площадок, как лаборатории корпорации Emerson Plant Web и предприятия Учтехпрофи, где профессору кафедры органической химии Университета Кипра Панайотису Каутентису даже удалось посадить виртуальный самолет. То, что мы увидели здесь, меня очень впечатляет. Очень хорошо оборудованы лаборатории, можно представить, какие существенные инвестиции были вложены для такого оборудования. Тренинговый класс для пилотов тоже очень впечатлил. Я думаю, что очень здорово и интересно для студентов опробовать такой полет. Такие тренинговые классы я не видел больше ни в одном университете. Третий день работы Международного научного совета в ЮРГУ открылся в презентации его членам такого прорывного направления вуза, как суперкомпьютеринг. Главной темой были особенности и развитие суперкомпьютера нашего университета. Основные его достоинства в том, что он имеет высокую производительность, входя в топ-500 самых мощных компьютеров мира при высокой энергоэффективности. Все это, например, позволяет создавать мультипликационные фильмы и спецэффекты. Помимо устной презентации, иностранным ученым рассказали и показали суперкомпьютерный центр ЮРГУ. Я не думаю, что такой высокоуровневый суперкомпьютер доступен в других городах или в других местах. Что я вижу, это то, что суперкомпьютер ЮРГУ используется в индустрии, а также для научных публикаций. Это то, что я на данный момент вижу. А также научно-исследовательский персонал может его использовать для исследовательских целей. Суперкомпьютер используется очень широко. Также очень хорошо, что данные оборудования могут использоваться в коммерческой деятельности. Завершающим этапом заседания Международного научного совета стала презентация блока «Биомедицинские технологии», в ходе которого ученые и сотрудники ЮРГУ представили свои проекты и разработки в этой сфере. Один из таких – инновационный хлеб-антистресс, который произвел на иностранных гостей сильное впечатление. С каждым годом ученые нашего вуза стремятся повысить уровень развития биомедицины. Все это дает новые возможности для сотрудничества. Например, мой университет очень силен в таком направлении, как нейронауки. За те дни, что я здесь, я пытался понять, в чем же сильные стороны ЮРГУ в области нейронаук и стресса. И на данный момент я очень заинтересован в тех работах, что есть в ЮРГУ. Блок «Биомедицинские технологии» стал последним. После завершения его презентации у ученых Международного научного совета сложилась полноценная картина деятельности нашего университета и то, над чем предстоит работать в вузу. Параллельно во время работы Международного научного совета ведущие мировые эксперты выступали для студентов и сотрудников ЮРГУ с открытыми лекциями. Так, первым публично выступил доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы доктор Мухаммед Милот. Он рассказал о биологических основах реакции исчезновения страха при посттравматическом стрессовом расстройстве, а также поделился своими впечатлениями о нашем вузе. Ведь сюда он прибыл впервые. «Мне повезло быть в составе Международного научного совета. Меня очень впечатляет видение ректора и руководства университета, видение политики дальнейшего развития ЮРГУ. Также меня очень впечатлили ученые совершенно разных областей – инженерной науки и химии, которые достаточно известны в своих кругах и имеют впечатляющие разработки». Также в конференц-зале «Сигма» с открытой лекцией выступил доктор Рон де Кло из Лейдинского университета. В течение 50 лет профессор занимается изучением стресса. На лекции «Биомаркеры стресса. Путь от адаптации к болезни» он рассказал о том, как гормоны стресса могут изменить свое действие на мозг и как стресс-система в организме помогает адаптироваться к новым условиям. Во второй день работы Международного научного совета со своей лекцией выступил и президент корпорации Эмерсон Эдвард Монсер, который рассказал об истинном смысле лидерства, назвав четыре основные его характеристики. Также он отметил, что нужно ЮРГУ для дальнейшего роста. «Университет может расти и развиваться по мере того, как будут расти и развиваться его руководители. Как развивать лидерство, как развивать руководителя, существует огромное количество способов. Но я советую абсолютно всем быть гибкими, обучаться чему-то новому, не зацикливаться на каком-то одном проекте, попробовать себя в разных должностях. На разных должностях человек получает новые знания. Я знаю это на собственном опыте». На третий день работы Международного научного совета в ЮРГУ с лекцией выступила заслуженный профессор университета Барселоны Мария Жуслефа Юзель. Профессор рассказала студентам о последних разработках направлений дифракционной оптики и голографического хранения данных. По словам Марии Жусель, современные достижения в этой области позволяют значительно повысить плотность хранения информации и сохранять огромные объемы данных на компактных носителях. Сейчас в ЮРГУ также проводятся исследования возможностей лазера, которые могут быть применены в оптических разработках. «Я думаю, что возможно будет найти общую точку интереса между исследовательскими группами в Барселонском университете и здесь, в ЮРГУ. Также в вашем университете очень много других интересных направлений. И я могу помочь с поисками контактов для будущих проектов и в Барселонском университете». Также студенты и сотрудники ЮРГУ смогли посетить лекцию выдающегося ученого-химика. Доктор Мутапандиана Шукумар – специалист в области физической химии. Он постарался наиболее понятно рассказать о сонах химии и пищевых технологиях, и о том, как они связаны. «Когда у вас есть ультразвук, в основном я использую звуковые волны. Если звуковые волны достигают жидкости, вы можете сгенерировать огромное количество энергии, которая может быть использована для производства радикалов или очень мощной физической силы. Это химическое вещество и мощные физические силы могут быть использованы для модификации пищевого белка, для изменения функционального свойства пищи. Именно так взаимосвязана химия с пищевыми технологиями». Следующим лектором стал исполняющий обязанности президента Корейского института перспективных исследований доктор Джейван Ким. Его лекция была посвящена квантовой информатике и ее месте в системе наук. Также после своего выступления профессор Ким отметил научный потенциал ЮРГУ в сравнении с другими университетами. «Я вижу большой потенциал ЮРГУ, поскольку очень много профессоров работают здесь, географический университет удобно расположен, то есть это может быть важное место для взаимодействия с международным научным сообществом. Кроме того, ЮРГУ присоединился к инициативе 5.100 и роль Международного научного совета. Я вижу прежде всего в том, чтобы поделиться тем опытом и теми наработками, которыми обладают университеты из разных стран и специалисты из разных областей, и эти рекомендации помогут раскрыть потенциал ЮРГУ и стать университетом одним из лучших в России». Перед студентами и сотрудниками ЮРГУ выступал и доктор университета Кипра, Панайотис Каутентис. Он рассказал о химии гетероциклов, а также отметил возможность дальнейшего сотрудничества между своим университетом и ЮРГУ. «Я вижу большие возможности для сотрудничества в области физической химии, поскольку в ЮРГУ существует оборудование, которого нет у нас в университете Кипра, а также ваши ученые обладают опытом, которого нет у нас. Мы же, в свою очередь, предоставили базу для изучения органической химии». По окончании работы Первого Международного Научного Совета ректор ЮРГУ Александр Шестаков подвел итоги продуктивных трех дней. «Первая цель, которую мы ставили, это создать дееспособный научный международный совет. Мы это сделали. Совет, который у нас создался, он действительно профессиональный. И то, что руководитель этого совета стал президент корпорации «Эммерсон», и все это признали, все удивились высокому уровню такого научного совета. Это говорит, с одной стороны, о том, что совет имеет, все члены совета профессиональны и высоко ценят и друг друга, и председателя нашего совета. И второе, что я могу сказать, что они все очень нацелены на использование результатов научной деятельности в практических вопросах в бизнесе, который дальше должен следовать за результатами этой научной деятельности». В завершении работы Международного научного совета ректор ЮРГУ отметил, что одной из главных ближайших задач ВУЗа станет создание клуба, который бы объединил все ветви научной деятельности по каждому направлению, так как междисциплинарные связи помогают добиться более масштабного результата. И именно над этим и предстоит работать ЮРГУ. Редактор субтитров А.Семкин